Всем привет! Сегодня мы поговорим о челлендже на год по три задания на месяц. Ранее у меня вышел челлендж на год 50 заданий. Кто не видел, можете посмотреть. Задание внизу там под видео есть или можно прослушать, то есть в самом видео. Ну а вот этот челлендж у меня был и в прошлом году. Знаю, что многие в нем участвовали и многим он нравился. Так что если кто-то, девчонки, кто снимаете, ну и мальчишки, естественно, тоже, кто снимает видео и раскрашивал по тому челленджу на три задания на месяц, то можно снять тоже видео и посмотрим, какие работы получатся. У меня, конечно же, тоже такое видео выйдет. Челлендж у меня, естественно, завершен. Я их выполняла по три задания на месяц. Ну то есть в месяц. Очень удобно, если, например, мало раскрашиваешь в течение месяца, в течение года. Хотя бы три раскрасить иллюстрации в месяц, я думаю, вполне возможно. Так, что еще могу сказать? Если, например, да, задания, три задания, и если каких-то, например, два задания на одной иллюстрации вы видите, например, вот как в январе, да, книга и огонь, то нужно к одному какому-то заданию отнести эту иллюстрацию. Две, два задания нельзя записывать с одной иллюстрацией. То есть одно задание, одна иллюстрация. Так что вот такие вот правила. Ну и давайте же посмотрим. Старалась сделать не тяжелые задания, простенькие, но в то же время интересные. Так, давайте. Январь у нас. На январь книги, огонь и снеговик. Все-таки у нас зима продолжается. Февраль, мышь, бусы, любовь. То есть бусы могут быть любые. Могут быть там жемчуг, какие-то камушки, еще что-то. Ну, то есть вы смотрите сами уже по себе. Любовь подразумевается. Вы можете раскрасить влюбленную пару, влюбленных каких-то животных. Любовь, может быть, это сердечки какие-то. То есть кому как нравится. Может, тот портрет не раскрашивает, и он хочет просто сердечки можно. На март у нас что-то из Диснея. То есть не важно, что. Что вам нравится. Горы, лодка. Лодка может быть любая, какая вам нравится. Лодка с парусом, лодка без. То есть некоторые задания, как я уже говорила в первом челлендж, которые задания, 50 заданий на год, можно заменять. Например, на какой-то другой, если у вас этого нет, например, в раскрасках. Но здесь, конечно, лучше придерживаться именно тех заданий. Можно сейчас и распечатать, можно и нарисовать лодочку. Вы раскрашиваете воду и просто элементарную лодку какую-то подрисовать. То есть если у вас нет ни лодки, ни парусника, ничего подобного. И еще в этом челлендже, знаете, желательно выполнять задания именно на январь. Вы их на январе выполняете. Если вдруг кто-то увидит это мое видео позже, чем на начало января, на начало года, то уже тогда вам придется догонять, с какого месяца начнете. Так, на апрель первые цветы, качели или кто-то на чем-то едет. То есть не обязательно качели, потому что качели не так часто встречаются в раскрасках. Вот, но у меня вроде бы каких-то есть. Да, вот сейчас вспоминаю, девушка на качелях в веночке. Вот, или же кто-то на чем-то едет. Вы уже посмотрите там, как у вас. А потом в апреле третье задание. Дракон или динозавр. Так, на май шляпу. По фильму, мультфильму. И третье задание. Что-то из еды. Это может быть как что-то вкусное, как, например, какие-то сладости. Или, может быть, кусок мяса нарисованной. Или там, например, овощи какие-то нарезанные в тарелке. Или лапша в тарелке бывает там в каких-то азиатских раскрасках. То есть что-то из еды. На июнь. Первое – это кольцо или украшение. То есть неважно. Это может быть колье, это может быть кольцо, это может быть диадема какая-то, корона. То есть вы выбираете сами. Второе задание на июнь – это перья. Любые перья. То есть как и в волосах могут быть перья. Как и, например, часто перья встречаются у нас на ловце сна. То есть вы сами выбираете. И третье задание на июнь – это путешествия. То есть если вы видите что-то с путешествиями, это может быть и чемодан. Чемодан у нас символизирует чаще всего путешествие. Или же какая-то страна другая. Чтобы, ну, как бы, понятно, что это путешествие. Июль. Двое. Кто-то должен быть на иллюстрации двое. Это могут быть два персонажа. Как люди, так и животные, возможно. А может быть, животное и человек, например. Потом второе задание на июль – это только акварелью. Ну и, как всегда, дорабатывать. Например, можно черным карандашом и белой ручкой. Котика раскрасить на июль. Ну или кошку, неважно. Август – первое задание. Луна. Второе задание. Орехи, желуди. Ну, что-то такое. И третье. Это лестница или ступеньки. Если у вас нет в раскраске лестницы. Бывают в каких-то там кантри-сценз, да, на чердак лестница стоит. Ну или в доме ступеньки. То есть можно тоже найти. Сентябрь. Первое задание – это дом. Потом цветы. И третье – овощи. Октябрь. Специально более-менее под праздники. Так вот делала любовь там в феврале. Вот, например, сентябрь – овощи. То есть, ну, хотя бы, чтобы можно было, потому что хочется, например, именно посезонно. На октябрь у нас лиса, тыква и в колпаке кто-то. То есть неважно, это может быть кот в колпаке или ведьмочка в колпаке. То есть вы сами выбираете. Ноябрь – первый снег, птица и букет. Декабрь – у нас подарки. Где-то под ёлкой или не обязательно, просто иллюстрация с подарками. Потом что-то по номерам и наряженную ёлку. Третье задание. Вот такие вот задания на год. Я думаю, каждый может справиться. Даже если вы раскрашиваете не так много. Внизу под видео будет перечень всех этих заданий. Можно скопировать, сфотографировать, то есть сохранить где-то себе. И потом работы можно у нас в группе с Леной выставлять. Я знаю, что и в прошлом году. То есть выполняли задания и в группе у нас писали, что челлендж от Натали 75. Там, например, то-то, то-то раскрашено по челленджу. Или, например, все три задания. Так что можно так. Ну и на этом буду заканчивать свое небольшое видео. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, хотели бы вы поучаствовать в таком челлендже. Интересны ли вам такие челленджи. Ну и всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Всего вам самого наилучшего.